Авторская программа «Рисуем сказку» Жанны Кочарян для педагогов-психологов. Программа состоит из пяти блоков. Первое. Дети слушают инструкцию к программе. Второе. Дети прослушивают фрагмент сказки, рисуют на листах то, что считают нужным на основе предложенных им иллюстрированных материалов. Главные герои, предметы и сказки, любые ассоциации на основе прослушивания сказки, свои дополнительные герои по желанию. Дети отвечают на вопросы по картинкам для принятия творческих решений, обсуждают иллюстрированный материал. Третье. Дети прослушивают песенки героев между фрагментами. В каждой сказке от одной до трех песен героев. Подпевают по желанию. Четвертое. Дети вместе с педагогом-психологом обсуждают, как дальше могла бы продолжиться история или какие другие варианты развития событий могут предложить участники игры «Рисуем сказку». Пятое. Каждый участник программы выступает по желанию и демонстрирует группе свои работы. Делится тем, что нарисовал. Свои впечатления по сказке или личные мысли, наблюдения, предложения в свободной форме. Инструкция к программе. Перед началом. Сейчас мы с вами поиграем в сказку. Название сказки. Вы будете слушать историю и рассматривать картинки к ней. Сможете рисовать по желанию то, что вам захочется. Например, главных героев или предметы из сказки, или то, что придумаете вы сами. Мы вместе споем песенки героев, обсудим продолжение истории, и каждый в конце сможет рассказать о том, что он нарисовал, и свои впечатления от сказки. Мы с вами настоящая творческая команда, и вам предстоит придумать много оригинальных идей. Не забывайте внимательно слушать других участников команды, чтобы узнать об их идеях. Героям истории пригодятся все ваши предложения. Сказка про лесного киша Сказка про лесного киша В лесу, среди корней большого дуба, жило доброе существо. Звали его лесной киш. Он был похож на осьминога. Голова лесного киша была округлая, светло-зеленого цвета. Глаза напоминали два оранжевых мандарина. Во рту красовались четыре белых зуба. Вместо рук и ног были лишь ветки, на которых росли вечно зеленые молодые листочки. Никто из людей не знал о его существовании, потому что лесной киш всегда прятался, как только видел человека. Питался лесной киш ягодами, грибами, лесными орехами, яблоками, всем съедобным, что росло в лесу и на ближайших полянах. Ребята, вы можете нарисовать лесного киша, который жил в корнях дуба. Можете придумать своего героя и дом, в котором он жил. Также можно нарисовать грибы, ягоды, что растет в лесу. Каждый день он копошился и наводил порядок в своем большом доме-дубе. Мыл пол, готовил обед, поэтому от этого дерева часто вкусно пахло то ягодным сиропом, то грибным супом, то пирожками с малиной. Все было у него хорошо, пока не случилось в лесу беда. Это произошло в жаркий летний день. В лесу побывали люди, которые не потушили до конца костер и ушли. Сначала огонь побежал по траве, загорели сухие листья, прутья. Потом пламя уже достигло кустов и деревьев. Начался настоящий лесной пожар. Находиться в доме-дубе для лесного киша было опасно. Он быстро собрался и побежал за другими животными и птицами, которые тоже спасались от дыма и огня. Долго он бежал, и, наконец, дым начал рассеиваться. Дышать стало намного легче. Лесной киш увидел, что теперь он находится на новом незнакомом поле. На этом поле росла рожь, овес и пшеница. А еще он увидел красивую мельницу. Это была мукомольная мельница. Потому что на ней зерно перерабатывалось в муку. А из муки потом пекли вкусный хлеб и пироги. Рядом с мельницей стояла пекарня. От нее пахло печеными булочками с корицей. А за пекарней горел свет в маленьком домике. Жили на этом поле большой сильный бобер, принц-кролик да сударыня-утка. На поле работал большой сильный бобер. Он собирал пшеницу в мешки и перевязывал их феверевкой. А на мельнице копошился принц-кролик. Он был очень чистоплотный и носил белоснежную рубаху и узкие серые брючки. Лесной киш спрятался за деревьями и наблюдал, как хозяйка пекарни, сутарыня-утка, выходит из пекарни и выносит корзинку, наполненную круглыми румяными булочками. На ней был голубой сарафан, мелкий горошек, коричневый фартук и белая косынка на голове. Она несла эти горячие булочки в маленький домик и пела песенку. Растоплю я печку, испеку в ней булочки, пирожки и пончики, хлебушек, ватрушечку, накормлю всех жителей маленького домика, большого сильного бобра, себя и принца-кролика. Растоплю я печку, испеку в ней булочки, пирожки и пончики, хлебушек, ватрушечку, накормлю всех жителей маленького домика, большого сильного бобра, себя и принца-кролика. Понравилась лесному кишу и песенка, и жители этого поля. Тогда он решил попроситься жить к ним. — Кто ты такой, откуда? — спросил лесного киша большой и сильный бобер. — Я лесной киш, жил в корнях большого дуба на лесной поляне. Но потом начался пожар. — Ха-ха-ха-ха! — чихнул лесной киш, вспоминая пожар. Тогда он остался без дома. Ему негде было жить. И он сказал, — Возьмите меня в помощники. — А что ты умеешь делать? — спросила его сударыня утка. — Я хорошо разбираюсь в деревьях и ветках. Буду собирать дрова, чтобы топить ими печку. — Давайте возьмем его в помощники, — предложил принц-кролик. Ему очень хотелось помочь лесному кишу. — Давайте! — решили сударыня утка и большой сильный бобер. Стали они вместе работать на своей хлебной ферме. Хорошо работала их ферма, но однажды случилась беда. На поле начал гибнуть урожай. Зерна становилось все меньше. — Что случилось с пшеницей? — большой бобер, — спросил его сударыня утка. Большой бобер рассказал, что он видел, как со стороны леса, где недавно был пожар, прибежала большая стая хлебных вредителей. Среди нее были жуки, клещи и вредные гусеницы. Все жители маленькой фермы вышли и увидели своими глазами, как стая вредителей пожирает их зерно. Хлебные вредители грызли степли растений, топтали урожай и превращали полю в кучу мусора. При этом они пели свою песню. Мы хлебные вредители, мы любим ей зерно. Хотите ли, не хотите ли вы, сгрызем мы все равно. Пройдем мы все поля кругом, сметая все в пути, И до мешков мы доползем, чтоб зернышки найти. Мы хлебные вредители, мы любим ей зерно. Хотите ли, не хотите ли вы, сгрызем мы все равно. Хотите ли, не хотите ли вы, сгрызем мы все равно. Пройдем мы все поля кругом, сметая все в пути, И до мешков мы доползем, чтоб зернышки найти. И до мешков мы доползем, чтоб зернышки найти. Услышали эту песню работники фермы, еще больше испугались. Они зашли в свой маленький домик. Принц-кролик спрятался под стол и дрожал от страха. Сударня утка охала и ахала. Большой и сильный бобер пытался остановить врагов, Но ему не удалось, слишком их было много. Лесной киш. Долго думал, и вдруг он спросил. — Где тут у вас растут дубы? Далеко ли? — Я знаю только один дуб, — ответил ему принц-кролик. — До него не очень долго идти. — Ты сможешь меня проводить до него, принц-кролик? — попросил лесной киш. — А зачем тебе идти до дуба? — подозрительно проворчал большой бобер. — Ты, наверное, захотел бросить нас в беде и найти себе новый дом. — Я пойду за помощью, — ответил лесной киш. — Идите скорее, — торопила сударня утка. Принц-кролик и лесной киш быстро пошли искать дуб. А тем временем бобер говорил всем, что лесной киш их обманывает. Он не верил в то, что тот сможет найти способ защитить их в ферму. Большой бобер сделал себе острый меч и пошел на поле бороться с вредителями в одиночку. — Если лесной киш придет с помощниками, то пусть они направляются в поле. — А пока я сам постараюсь установить грызунов, — сказал большой бобер. Принц-кролик быстро бежал по лесной дорожке. На его спине сидел и крепко держался лесной киш. Наконец они добрались до большого зеленого дуба. Лесной киш стал усиленно копать около корней дуба, забираясь все дальше и дальше внутрь дерева. Принц-кролик помогал ему копать, даже не боясь испачкать свои белоснежные лапки. Общая беда объединила их усилия, они стали очень смелыми. Потом киш исчез. Его долго не было, не видно, не слышно. — Эх, — подумал принц-кролик, — прав был большой бобер. Бросил нас лесной киш. Достал принц-кролик из кармана белый платочек и горько заплакал. Но вдруг он услышал шум из-под земли. Корни дерева начали расходиться в стороны. Оттуда вышел лесной киш. А за ним двигалась целая армия жуков-пожарников в красно-черных ярких жилетах. — Садись на меня, лесной киш, — сказал радостный принц-кролик. И они поехали спасать свою ферму. Когда они добрались до поля, то увидели, как смело сражается большой и сильный бобер. Он ловко бил со своим копьем, но враг не поддавался ему. Большой бобер увидел, что идет отряд спасателей, и радостно закричал. — Вот сейчас мы вам покажем жадный обжор. И начался бой. Жуки-пожарники прыскали во вредителей баллонами с пугающей смесью. Испугались вредители, тушили с поля навсегда. А лесной киш остался жить на ферме вместе с принцем-кроликом, с ударами уткой и большим бобром. Всех жуков-пожарников накормили вкусными булочками и пончиками. Теперь у фермы появилась надежная охрана. Лесной киш был рад, что ему удалось встретить много друзей, ведь раньше он жил совсем один. Он не представлял, как весело быть помощником в таком интересном деле, как производство хлеба. Ребята, нарисуйте картинки к сказке и подумайте, какие еще опасности могли случаться с героями рассказа и как лесной киш мог им помочь. Подумайте, как эта история может продолжиться, какие еще приключения были у наших героев сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok